привет мои хорошие рада видеть вас на своем канале я надеюсь что вы уже все подписались чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости а в этом видео речь пойдет про диагнозы которых не существует и в частности мы сегодня с вами поговорим про гордонореллез очень часто пациентам выставляют такой диагноз лечат их и очень часто назначают достаточно серьезные препараты в частности те же самые антибиотики и насколько вообще это обосновано на самом деле такого диагноза как гордонореллез вообще не существует почему потому что гордонорелла это условно-патогенная флора то есть это та флора которая живет в норме во влагалище каждой женщины и вообще мы все с вами рождаемся с условно-патогенной флорой и мы живем с ними всю жизнь с этими условно-патогенными возбудителями и это совершенно не значит что если у вас обнаружили гордонореллу что вам изменил ваш половой партнер на самом деле это далеко не так само название говорит за себя условно патогенная флора то есть это та флора которая при определенных условиях становится патогенной и так такие же условия создают прекрасную почву для того чтобы флора стала патогенной и начала создавать нам некие неудобства в первую очередь это конечно же смена полового партнера это снижение иммунитета если вы постоянно и часто болеете если у вас была смена климата если вы принимали какие-то сильные препараты в том числе прием антибиотиков очень часто провоцирует обострение условно-патогенной флоры если вы неправильно используете средства личной гигиены то есть вы длительно ходите с тампонами редко меняете прокладки то есть это также создает прекрасные условия для того чтобы ваша условно-патогенная флора дала о себе знать а также если у вас неправильное нездоровое нечистое питание то есть если в вашем рационе питания присутствует большое количество быстрых углеводов если вы ходите длительное время в синтетическом ненатуральном белье это также может спровоцировать обильный рост условно-патогенной флоры а также если у вас есть различные сопутствующие заболевания в частности это может быть различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта то есть кандидоз сибор синдром избыточного бактериального роста вот это вся сопутствующая патология она также может создать прекрасные условия для того чтобы условно-патогенная флора вам хорошо о себе напоминала итак я надеюсь что вы уяснили что гардонерелла она совершенно не относится к инфекциям передающимся половым путем то есть это ваша нормальная условно-патогенная флора и поэтому если вас ничего не беспокоит у вас нет жалоб у вас нет каких-то неприятных выделений запахом если с вами все в порядке и вы спокойно живете у вас просто обнаружили эту гардонереллу то соответственно ничего лечить не нужно мы не лечим анализы а мы лечим всегда конкретного человека мы лечим конкретного пациента и поэтому без наличия жалоб без наличия воспалительного процесса у вас во влагалище просто присутствие гардонереллы в мазках это совершенно не повод для того чтобы назначать вам лечение я надеюсь это видео ответила на ваши вопросы относительно того а что же такое гардонерелла и что вообще с ней делать если вы хотите получать еще больше полезной информации рада буду видеть вас в своем телеграм-канале у меня всегда там очень много интересной информации для того чтобы перейти в телеграм-канал необходимо перейти по ссылочке под этим видео я желаю всем огромного здоровья берегите себя и до новых встреч